В 2013 году на нефтяном месторождении Жанаузен был реализован уникальный проект в рамках государственной программы Дорожная карта бизнеса 2020. Именно о нем пойдет речь в нашей сегодняшней программе «Наше достояние». Здравствуйте. Наша съемочная группа присутствовала на строительстве в 2012 году. Тогда здесь были только голые стены и даже представить было сложно, что через год в 2013 цех по ремонту и диагностике подземного оборудования будет иметь такие масштабы. Сейчас он действительно уникальный. И это не просто слова. Она является уникальным цехом на постсоветском пространстве. Вот таких цехов есть в России. А у нас он является три в одном. Ремонтируются глубинные штанговые насосы, сами штанги, сами насосно-компрессорные трубы. Это является современным цехом по диагностике ремонта подземного оборудования. Как вы знаете, у нас очень сложное геологическое, технологическое состояние наших скважин. То есть если у нас эти ремонты делались какими-то кустарными методами, где-то на улице, где-то в неприспособленных базах, сейчас это все в современных условиях, в закрытых помещениях. После этого наши глубинные оборудования восстанавливаются на 70-80%. Даже у нас есть определенный эффект. Последние полтора года эксплуатации у нас межремонтный период, наработка на отказ нашего подземного оборудования увеличился на 25%. Этот эффект будет продолжаться. И с годами процент межремонтного периода будет увеличиться, как говорится, несколько в разы. Работа нового ремонтного производства в первую очередь позволяет сэкономить затраты компаний на покупку нового подземного оборудования. Попросту зачем покупать новое, если можно отремонтировать старое? Более того, есть гарантия, что отремонтированное дома прослужит дольше. Цех по ремонту и диагностике подземного оборудования сжали в эксплуатацию в 2013 году. С тех пор этот завод работает на всю свою полную мощность. Я начинал свою деятельность как мастер ШГС, работал также инженером-технологом и, безусловно, знаю свою работу от и до. Кстати, только наша линия – штанговая глубина насосная. В день ремонтируют до 35 штук. Мы обеспечиваем насосами 4 НГДУ. Это большой объем. Здесь работает 36 человек и 4 мастера ИТР. Новый ремонтный комплекс состоит из производственного цеха и административно-бытового корпуса. Производственная часть комплекса включает три участка. Прежде чем отремонтировать трубы, их необходимо сначала почистить. Весь процесс начинается именно отсюда. По сути, это обычная стиральная машина. С первого, третьего, во второго, четвертого НГДУ к нам проходят трубы НКТ. Тройки проходят. Двойки, 2,5 миллиметра, 75 и 89 миллиметры они проходят. И потом мы их моем в ванной порошок, порошок насыпаем. Числоту кидаем туда, чтобы парафин сразу разделялся от этого. Температуру 100, 98, 100 температуру поднимаем. Там котел у нас есть работает. Его тоже в воду смотрим, смениваем его тоже в воду. В основном цехе установлены две параллельные линии по ремонту насосно-компрессорных труб и одна линия по ремонту насосных штанг и участок ремонта штанговых глубинных насосов. Два года назад механик по ремонту оборудования Ануар Сыдихов не знал, с какой стороны подойти к станку. Теперь изучил все оборудование в цехе от и до. Именно он чинит оборудование, которое занимается ремонтом труб. Ведь, как и все механизмы, оно тоже приходит в негодность. Моя работа заключается в том, чтобы наши станки, нашего цеха были в исправном состоянии. Если бывает поломка, нам диспетчер дает заявку, потом мы идем, устраняем эту поломку. Если надо, заменяем на новые запчасти детали. В сутки бывают где-то заявок 5-6 в среднем. Потому что уже два года станки, и обязательно что-то происходит. Поменять, смазать. В 2013 году, после открытия цеха ЦДРП, нас отправили на две недели учиться в Россию, город Пермь. По этим станкам. Есть здесь станок ЧПУ, числовое программное управление. Для этого нас отправили учиться в Россию. Несколько месяцев Ануар, как и многие другие сотрудники предприятия, прошел обучение по специальной программе в России. В цехе диагностики ремонта скважин мы специально готовили персонал. При ходе строительства у нас был такой контракт с подрядчиком. ИПС-контракт. ИПС-контракт – это под ключ. То есть обучение, адаптация персонала, обучение теоретическим навыкам, практическим навыкам обучал наш генеральный подрядчик. Мы отправляли в Российскую Федерацию. Вообще подземный ремонт скважин для практически каждого работающего здесь – явление не новое. Прежде чем попасть в цех, каждый отработал в поле. Специалисты говорят, что много пришлось вынести. Ремонтировали скважины и в злоенную жару, и в трескучий мороз, и все под открытым небом. Сейчас же работа – это одно удовольствие. Большой светлый цех, оснащенный автоматикой. Я работаю оператором станка с числовым программным управлением. Сейчас внедрили новые вот эти станки. Они сейчас работают автоматически. Ну, программы, с помощью программы, написанной программой. В сутки мы выпускаем где-то тысячи труб на две линии. По одной трубе загружается в этот станок. Мы нарезаем резьбу. Дальше в начале нашей линии проверяет, годно эта резьба или негодно. И мы сами тоже проверяем добавочно. Если негодно, мы ее отрезаем, старую резьбу, нарезаем новую резьбу. Рабочий процесс происходит при закрытых дверях. Пока процесс не остановится рабочий, дверь не открываем. После того, как остановится шпиндель, кручащик, дверь открываем, выгружаем трубу. Замеряем этот процесс. У нас есть специальные приспособления. Калибры называются. Им замеряем. И дальше отправляем ее на приспособ. Мощность цеха позволяет в течение года отремонтировать 400 тысяч насосно-компрессорных труб, 300 тысяч насосных штанг и 10 тысяч штанговых глубинных насосов. После ввода нового ремонтного цеха в эксплуатацию, работу на ремонтном предприятии получили около 350 человек из числа действующих работников компании «Узенмунэгаз». На производстве трудится и прекрасная половина человечества. Осья Ажигалиева отвечает за каждую деталь в цехе. Если автоматика даст сбой, диспетчер запустит оборудование вручную через компьютер. Прежде как приступить к своей работе, мы сначала проверяем наших работников. Кого нет, мы обязательно все это записываем в наших журналах, в компьютере, письменно и в журналах мы это все фиксируем и в компьютере. После чего, как линия приступает уже к работе, мы обязательно вот то, что у нас на компьютерах, все автоматизировано. Бывает такое, что иногда датчик не срабатывает, так как это все на автомате. Мы добавляем здесь, допустим, штанга из лета или это по линии трубы. И чтобы не останавливать процесс работы, для этого мы здесь и работаем диспетчерами. В течение дня, будь это линия штанги, будь это линия насоса или трубы, все, что в течение работы, сколько мы произвели ремонт, мы все это тоже фиксируем на компьютере. В конце рабочего дня мы готовим сводку и отправляем в это уже в зимний газ. Цех работает круглосуточно. Объем работы большой, поэтому дневная смена попросту не успевает. Безусловно, ремонтировать старое выгоднее, чем покупать новое дорогостоящее. За два года работы цех доказал свою необходимость. И уже в скором времени здесь работает еще один. С вами была программа «Наше достояние». Ищите нас на сайте телеканала 24КИЗ и в социальных сетях. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!